привет друзья с вами димыч и это проект маленькая айти борода и сегодня мы будем разговаривать по прежнему с кем с джуниором с человеком который совсем совсем недавно стал программистом и он расскажет о том как путь проходил его что его осенило чего вдруг туда полез и как вообще у него сейчас дела и что-нибудь он посоветует вам смотри обязательно до самого конца если ты еще не стал программистом но хочешь 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 это сделать и боишься и осознанно боишься ты посмыслили точнее оправданно ли ты боишься ли не оправдано это все сегодня может быть тоже сможет для себя выяснить после этого интервью доросать спасибо что согласился прийти рассказать потому что многие боятся стесняются да как бы на камеру говорить как бы страшно переживают люди сани молодец они не боится сани когда-то пришел к нам на бесплатное обучение выиграл конкурс какой-то там случайным голосованием точнее как случайным голосованием там нужно было сначала вам бомбить да да месяц целый каждый день там что-то делать все отчеты присылать и потом было голосование меня зовут кудрявский александр мне 20 лет нигде не работаю нигде не учусь учился полтора года в бенту но поступал туда потому что мне грозила армия но как я потом узнал на мне грозит я сказал ребята будем прощаться ну получается я расскажу как я вообще захотел всем этим заниматься это ну я ничего не вообще какой-то фигней занимался после универа до осени осенью подумал может попробовать научиться играть на гитаре и случилось новичка такая ну прикольная фигня я наконец-то взял баррэ и все а я потом подумал наверное смогу я ждал баррэ почему я не смогу выучить ну типа там программирование начал изучают получается что мы сейчас даже не помню почему я это начал изучать в общем изучил там быстро за две недели все мне уже стало скучно опять же подумал раз я выучил это можно выучить и джесс изучал получается джесс о прикольно то можно всякие более прикольные штуки делать что ты поизучал о можно и реакцию изучать также мне понравилось вообще то что в реакции ну как там называли я не знаю как это называется ну то что перерисовывается только то что тебе нужно вот это дом вот эта структура это что строишь эти ну разбиваешь как бы на нужные тебе куски там в юшка там эти кнопочки и просто пропусками прокидываешь и все ну и так же придумал про редакс но там немножко получилось сложнее его типа не осилил пока что да и ну получается я вот сама на редакции остановился и пошел заново там уже более какие-то прикольные вещи изучил ну вот так вот у меня ну как этот вот я что-то прочитал заново пошел как бы вот дорогу положил и там какие-то дырки еще раз пошел какие-то дырки закрылись еще раз ну еще и какие-то ну и потом должна получиться идеальная дорога все книжку он еще считают фриманов или как по джессу ну и в принципе все ну редакс это как я понял там типа создаешь какую-то фигурину у нее там загоняешь какие-то тоже какой-то типа объект и прокидываешь как это чтобы асинхронно можно было какие-то вещи делать но я не могу сейчас как бы слова подобрать а еще просто бас но я как бы сам все это изучаю постоянно вокруг меня витает ощущение стойкое что я что-то сейчас нахватаюсь ну не того и потом придется сложно переучиваться но поэтому я сюда и пришел крышка не рассказывай что знаешь на данный момент прошло третье занятие сегодня на д то есть неделю прошло ну все что проходим то я знаю даже чуть больше этом по видео немножко перегнал на пару занятий там же где-то до тридцать второго какого-нибудь дошел домашкин да только там до четвертого а что мужик ты сделал поэтому ты говорил про помнишь про работу какую-то про нас обез кто-то сходить там на стартап и там короче у них появилась такая фигня что они то могут вообще развалиться ну и пока типа нет смысла меня привлекать если там через пару недель будет обстановка благоприятная то мне их бас напишет окей давайте я конкретно по технической части что ты знаешь по технической части что такое это дальше горячу зашел я дошел до этих до рефов так реф это получается только что помнил сейчас забыл а может ничего камера страшно это как бы это нормально страшно просто вылетела из головы в плане она страшно в плане подсознания вытирает знания эти потому что типа камера и ты такой реф это чтобы мы могли считывать допустим из экстерии наши ну потому что вводим почему мы можем например документ get element by d сделать ну зачем если это обычно нативный джо скрипта мы же реактом пользуемся а то что есть в реакте такое что находится между как бы нашим кодом в реакте и между и нативным домом дом сегодня на занятии на джейс икса но джейс и за что превращается но джо скрипт который там дает указания типа ну как который указывает чтобы сделать обычную разметку а на самом деле необычную разметку что сначала создается как обычная разметка называется каким аббревиатура из трех букв аббревиатура до три большие буквы с д начинается до дом но он создает виртуал дом вот то есть сначала создается виртуал дом в дом обычному не лезем мы лезем в виртуал дом а что такое виртуал дом для чего нужен вообще основная фишка реакта он типа смотрит то что ты сделал виртуал дом загонять сравнивать с обычным с обычным домом и то что мы поменяли он как бы меняет но не всю страницу все говорят что виртуал дом сравнивается обычный домом все ошибаются виртуал дом с чем сравнивает сравнивается с чем большинство 8 процентов давай сашка она снимай саша да ты красивая там сегодня это кажется близко не как близко он сравнивает тем что было ранее если есть какие-то изменения их отрисовывает да повышать зарплату да то есть виртуал дом есть он на базе виртуал дом отрисовал дом потом когда мы там учета по нажимали что-то там изменили новый виртуал дом создался он сравнился со старым и то что и разница отрисовал ну теперь буду знать окей молодец за так вот посмотрим скажи пожалуйста вот сколько тебе сейчас лет мне 20 лет 20 лет супер блин ну то есть молодой очень молодой а когда ты начал этот месяц бесплатного этого конкурса чтобы попасть в этот конкурс ты знал что-нибудь мне казалось что знал как оказалось не очень знал откуда ты знала то есть как тебя осенило в какой момент и кто по образованию ты где-нибудь учился после я учился в бнту после школы на решил закончить с ним закончить наверно 2018 году я ушел и потом типа скитался по разным сферам подрабатывал не до подрабатывал на обычных там работ рассказывай и стесняешься рассказывай ну работал на складе какое-то время где-то почти год обычным там типа колдовщиком ну и все за пену заешь в долларах помнишь примерно за п ну максим этом получил один раз 500 долларов кладовщик на складе 18 лет стандартная судьба для многих ребят молодых когда как бы не учишься надо подрабатывать и надо подрабатывать молодец мужик и рассказывай как тебе вдруг осенило типа каких шагов ты начал первые вдруг вижу в сторону айтишки да просто надоело вот эта работа на складе этот ася без перспектив щеной решил поменять нашел какие-то в ю тубе курсы по верстке html css а как ты решил вдруг именно в айтишки я знакомый блин ну как-то на слуху это было и потому прикольно в школе это мне вроде бы давались там математика но я забивал постоянно но и подумал попробую ну и вот посмотрел какие-то курсы какие-то там вебинар или что-то типа такого по верстке там буквально за месте эту верстку выучил то есть уже мог верстать это в принципе практически все что я знал перед курсами там немножко буквально джиэстом что такое функции там объекты ну элементарная в общем а друзья есть айтишники да есть момент с ними общался до мотивировало это как-то тему как они тогда еще не были айтишниками не только учились там и собирались ими стать на 11 чувак сейчас он уже там нормально зарабатывает работает в крупной конторе и разрабатывает что-то типа а в с только белорусская и там система распознавания лист на камерах короче классная тема а то есть примерно как ты начал трансформацию это и примерно он они 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 он короче мыши в школе учились мы там еще давно общались он еще в школе там он уже на джава пишет он еще там колупал и ну он долго занимается этим от какого города с минска ближайшее окружение там родители друзья когда узнали о том что ты собираешься идти войти то есть начал что бота не что-то гуглить смотрите какой-то публично говорил людям что я буду там программистом и вот я сейчас не трогайте мне там занят тихаря сидел говорил я только родителям остальным не говорил ну потому что ну не знаю не считал нужным говорить пока она не сделал ну и все родители меня поддерживали не говори что нужно образование как ты без образования сможет прогреть нет когда вообще поступал они говорили то верни что хочешь поступать на в армейку тебя не забрали в армейку да не забрали просто решено дальше он так супер 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 рассказывай вот пожалуйста что сколько по итогу заняло твое обучение сам обучался ты получаешь месяц там полтора и дни он там ищем или связаться что мы или минимальный там java script какие-то там минимальное поведение там какие-то простые туда листы на нативном java script тратил вот как тебе хотел мотивации самому садится то есть тогда еще не было инкубатора не было менторов ты просто решил во сколько времени ты тратил тебе надо было там зарабатывать деньги ты уже нигде не работал ну вот когда я начал этим заниматься я уже заканчивал работать на складе там я своему тогдашнему боссу сказал что я там какие-то дни приходить не буду мне типа надо учиться он сказал окей потому что я там нормально работал и все такое ну и потом я с ними обращался и потом уже когда практически сразу то есть и начало ну там до месяца там поработал и ушел все я уже не работал общем мне родители помогали поддерживали все прямо думаю вот трудоустройство ребят видите рада чтобы родители помогали потому что родители в таком возрасте да в стане сейчас 19 тогда было сейчас на 20 тогда она была 19 20 это был 19 то есть новый возраст когда ты еще на на хлебне когда ты еще нашли у родителей сидишь то есть как правило ты либо студент и приставка 5 ты студент в универе учишься короче пять лет ты на хлебник в универе как правило ты нихрена не делаешь кроме какой кутежей пьянок гулянок там и каких-то редких лекций или можно в 19 лет пойти и стать программистом сегодня образование диплом 300 лет никому не нужен ко мне подходил моя студентка недавно и хочет бросить универ и спрашивать пока бы норм смогу без диплом или не смогу и вот на самом деле она уже два года отучилась в багуире в багуире и не осталось два года и как бы ну я и посоветовал все равно не бросать багуир в то что уже проучилась два года и все равно как бы когда корочка есть это немножко как бы тебя позитивно скажется то есть ну как бы при прочих равных условиях есть тебе диплом технически это как бы круто особенно если вы не вере стараться все равно задра задращивать эту математику что дают ну короче фиг ним но если нет диплома как у тебя тебе это вообще не становятся не например саня задрот он когда в инкубатор сколько месяцев ты в инкубаторе про учился 4 месяц 4 месяца до трудоустройства да ну по как я вспоминаю саня всегда самостоятельно очень редко вообще обращаться с вопросами ты редко ну да редко был момент когда мы получили с месяца полтора мне казалось но вроде быть по я знаю или там два месяца я потом взял теста какое-то и блин нифига но это тестами капец как прокачала и уже типа ну нормально шарил после теста ну вот какие-то простые вещи а как ты получил тестовать ты уже резюме оформил на этом да и мне просто скинули типа ответом сделаете типа теста я подумал почему нет мы сделал теста вроде бы типа сделал нормально но я его внешне типа не оформлял там не верстал нифига скинул им они сказали ну как бы родину типа код нормально написано визуал какой-то такой себя типа нет ну ладно и отказали особо собесно у тебя было сколько тестовых ты прорешал до текущего один собес был с первым собес я устроился это же тестовая скидывал который делал на его просто подоформил попозже более красиво и это же тестовая скинул потом еще то есть фактически у тебя в одну компанию тестово не прошло другую ты вода оформил то есть надо не просили делать спросили покажи я пришел на собесном там спросил у меня там спросили че там делал там не было никаких и чаров и такое главный проводил собеседование и спросил что делал на этом рассказал и просто сеть рассказал и про вот этот тест и он сказал ну скинь я сказал окей я ему скинул потом где-то неделю вообще не отвечал я сам написал начатом сказал но хочу поработать с тобой все то есть его пнул везде ну блин ну круто саня то есть получается но во-первых по сашной ситуации сам бомбил за помощью обращался мало то есть до 5 за то что человек задрот ему просто ну какие-то рамки нужны были тогда как же не было бы в его жизни инкубатора дошел бы он до конца трудоустроился бы он как ты думаешь ну не знаю вот когда был конкурс 100 процентов да то есть какие-то может быть чуть дольше будет но можно было скорее всего да то есть сам ну конечно в какой-то момент может быть в этом пьяночка по какой-нибудь сторону отвела боли к нибудь кто-то бы отвлек но но что данная стать ну вот когда я начинал вот допустим путь самара это мне так уж много видео было сейчас я думаю вообще можно спокойно типа вообще в гугле вся информация есть все равно можно найти все поделать и вот перед этим конкурсом был вот этот месяц когда мы должны были отчета скидывать этом реально часов по пять каждый день делает ами вот именно тим джестом ну хоть как-то прокачал ну вот тогда больше сонами херачил супер 5 месяцев прошло у сани от момента как он начал бомбить бомбил уже самостоятельно до прихода в этот бесплатный наш бесплатный замут продолжал на бесплатном замуте бомбить пришел сюда продолжал бомбить но опять же никто не сути не отвлекал а деньги зарабатывать не надо было учиться нигде не надо было то есть это тоже конечно важный фактор куча времени но опять же ну да молодые кто сегодня такие же ровесники по возрасту как саша берите во внимание что если вы в таких же условиях то ну радуйтесь что это так и идите до конца и все круто и реально можно бесплатно максимально много сделать бесплатно без курсов без инкубатора например чтобы как реактор разработчик устроиться реакт путь самурая там я разжеванно 100 выпусков сделал не вот сегодня паренек написал я там на 6 на 60-м видео пути самурая вот я думаю да и дайте до конца а потом думаю записаться к тебе на курс чтобы там до до шлифоваться то есть я такой если крытый стоп сам пройдешь более меня смысле то ты уже едино собеседование зачем тебе идти и все ты уже готов если то а люди боятся эти ходить на собеседование сам там видео 60 посмотрел и все потом я уже не смотрел все там уже сама пошла ну повезло тебе что те взяли от прям на первом совете или как бы ты реально там близ и близкал зданиями какими-то или ну в принципе на все вопросы отвечал но там были вопросы немножко не связаны с джессом там наш босс он бывший печь пишник и он там спрашивал какие-то немножко другие дела но я обо всем в принципе по чуть слышал там пару слов вставлял типа и все то есть вроде бы на все ответил круто саш круто 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 расскажи пожалуйста про первые рабочие таски первый месяц первые недели страшно не страшно было там вот у меня как раз первый месяц был испытательный это был только один месяц не три как у многих и первые дни сразу запара началась потому что мне сказали разбирайся с докером я после инкубатора вообще думаю какой нафиг докер зачем это надо ну как ты говоришь типа типа это все фигня и я разбирался этим докером даже к тебе приходил помню когда мы разбирались докер ты уже даже помогал нам разбираться с докером да ну там на самом деле можно еще бесконечно разбираться ну как бы основу этом знаю и потом мне уже начали там тестовые таски там ну не для каких-то не заказчиков там уже получается был готовый проект мне просто кидали скрины и опишку готовую дали им примерно то же самое сделать я где-то пару недель делал как раз или это просто тестовая за просто такая тестовая да тебя потренировать да да ну в общем я все сделал там вот прошел месяц я подхожу к боссу говорю ну все короче месяц прошел что там но мы поговорим говорит да типа давай ну там сразу давай сколько ты хочешь зарплату там ну поднял мне сразу зарплату и все порток но работаю там уже на контракте сам через месяц подошел к нему да ты да да видите просто у него очень много дел он очень много функций совмещают и нужно самому ну ты опять видишь они молчат ты через неделю написал твоей ну что берете не берете и что ему ответили берем он не намолчал бы блин не отвечают наверное однище наверное не нужно сидишь перепуганы то есть да кто стучится того двери открывают поэтому за спрос не бьют опять же поэтому не бойтесь спрашивайте навязывайте спинаете узнавайте опять же через месяц подошел у босса куча дел понятно чем до переживать о судьбе какого-то джуна который там пока еще обучается то есть но опять же какое-то время прошло бы ты молчишь могли те условно и уволить глянь он сидит молчит инициативы нет ты подошел показал что вот я весь прошел я это зафиксирует учусь хочу дальше пришли договорились поэтому ребят активная позиция и все все будет круто какой теста вам этом задаче учебном этом проекте какой-то технологии был до реакции все реакции только так скрипт был скрипта не было реакции редакции он еще хотел бы стропа я до этого не использовал там буквально там пару часов я почитал и все а запросы на сервак были да да то есть там бакен был написан какой-то да был написан бакен там он не дал импоинт и растопи то есть там было еще немножко локали всякие нужно было передавать меня сначала такое не знал чуть за фигня ну тоже все быстро оказалось несложно локализация да не ну да локализация на этом отправляешь да мы все любите супер супер а сейчас спустя ты работаешь пять месяцев до до всего пять месяцев но сани ну а он начинает рассказывать это наподобие как круче ты задрот хорошем смысле слова да я расскажу сейчас какой у тебя стать то есть тебе ты таски реальный на фронте дел за это время да ну на самом деле не такой же задрот просто моя контора позволяет ну как бы более так у нас нету никаких дедлайнов все такое и часто ну есть время когда типа нету там чего делать прям и ты можешь учиться ну типа что хочешь делать в общем делать не что хочешь имеется ввиду что ну понятно что учить что хочешь что тебе надо да я делал потом наш внутренний там демо проект для привлечения там заказчиков у нас небольшая компания очень мне не понравился этот проект потому что там был куплен шаблон сам форест и там был какой-то jQuery всякая фигня я просто но это подключается все не подключал я просто искал какие-то другие либо для реакта и подключался все-таки пришлось использовать для этого проекту тебя длился блин ну наверное блин месяц но больше всего я дольше всего я переносил все это фигня на react реально ну очень много тысяч строк кода было и и сейчас рассказываю о своем новом проекте потом и месяц в небе но под него и был еще про был уже такой реальный проект проект сфере образования там я занимался отрисовкой статистики то есть я использовал всякие графики эти я разбирался этими библиотеками для графиков использовал канвас джесс и а им чарт или что-то такое ну и там react strap там тоже какой-то график получилось сделать на реке стропе это тот же проект на котором сейчас маргарита трудиться до если вы еще не смотрели видос интервью с маргаритой мы где-то год назад записывали переходи по ссылке в описании либо здесь всплывашки смотри маргарита рассказала свою историю мы продолжаем сани мобиль и как долго на проекте там бомбил там же тайп скрипт реакт ну как архитектура я сам делал у меня это был как отдельный типа микросервис для общего всего этого был отдельный подпроект я все сам там делал с нуля но у меня был чувак который был ну тоже как бы джун он там у него год опыта но он тоже такой задрот за чистотой кода следил в общем прокачал чисто чистоту кода так нормально и при этом он джун но как-то так разбирается да я не знаю джун но это все очень сложно и отсюда у него все равно в мозгах эти знания он уже джесс учат года три он бы не вере учился на это все но он тоже такой задрот да вот он давно там тэп скрипт начал активный зачем для меня тэп скрипт был немножко такой были за пару с ним потому что ну не поставишь ты на проекте и там везде они они всю эту фигню там нужно все это нормально и родяну и просто мы делали код чисто ну чтобы можно было буквально я уже когда ну сейчас если нужно будет что-то добавить мне буквально там ну 10 строк написать там уже целый функционал готов потому что мы вот так вот и сделали ну и поэтому немножко тэп скрипт тэп скрипт был но не такой простой просто интерфейс и все такое ну этот проект как бы он сейчас еще есть но я уже давно не делал там пока ничего заказчики не просили завершил свою часть графиками все хорошо ну да ну как бы график если еще будут таски то они будут на мне то есть я могу еще залететь на них сейчас я перешел на серверную часть вообще недавно но джесс я вообще как бы не учил там ничего он буквально за неделю до этого доток не поставлен проекта там чуть-чуть получил но в принципе мне кстати очень понравилось на джесс крутая штука на самом деле я понял что были на frontend backend ну все об одном и том же в принципе да согласен нет там суперсложного не там не там ничего и может быть суперсложное что уникальное там и там но в общем-то программа у меня в основном сложности это прикручивать какую-нибудь фигню там новые кита технологии это бывает такое запору сейчас так на этом мы с тобой общались вот расскажи сейчас еще раз на камеру как он у тебя стоит что используется ну получается backend там много микросервисов он связан синайкой это это любят те которые фрамворк который делает связь между всеми микросервисами помогают подтягивать метну грубо говоря подтягивать методы там все немножко под капотом скрыта ну манга тебе конечно там mysql тоже есть но я пока туда не залазил лучше elasticsearch там я слышал сложно было прикрутить этот elasticsearch докер докер сворум гибернетис пока в это еще все вникаю очередь какая-то на очередь до очередь тасок по приоритету ну пересчета там грубо говоря а какую тебе сейчас дали таску на этом проекте ну как бы нет такой жесткой таски нету типа ну разбирайся тебе но он правильно мне было сказал что примерно что разбираться нужно с метриками разбираться и но я там сделал пару небольших тасок на бэкину и плюс там на фронте для админки а кто писал эти все 16 микросервисов или вы сейчас нуля если честно даже не знаю и предыдущий человек даже не знал вот его в армию забрали там поставили девочку вместо него тоже там быстро быстро искали там нашли поставили он тоже там долго работает и вот я типа и в помощь тоже ну вот так вот клёво 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 тогда расскажи пожалуйста о об этом случае когда тебя уже позвали куда-то преподавать какая-то школа белорусская ну да в общем курс у меня одни позвали ну на собеседование типа там по фронту преподавать на тебя вышли как ты думаешь на счет не знаю может где-то регистрировался там потом может как-то нашли по номеру или моего но такое сначала сказал ну давайте а потом вспомнил девочек и потому что нет эти конверные курсы нельзя туда это не философия инкубатора и я чему преподавать это класс чтобы преподавать и ну другое дело что интересно как они тебя не зубы до особого берут преподавать приглашают это опять же да в сторону курсов если смотреть как бы на ее просто но одно дело ты был не закончил курс может быть вы не хотели мне может кто подключает может быть может не так все и плохо было бы но в идеале можно было и соглашаться потому что менторство обучение кому-то учишься сам и в принципе ну блин у меня просто еще временно это нет я после работы тоже там свой проект делают мы с корешем придумали он как бы тестером тестировщикам работы тоже кстати вот так с нуля ну пошел там на какие-то курсы бесплатные от конторы и устроился ну и вот мы еще сделаем ну блин пишу все я ну потому что не умеет но он тесте ты там как бы дизайн может придумать ну и по поверстать тоже может там давно показал как на реакте чтобы не сразу компоненты готовые давал и все я там же получается сделал ну понятно все эти добавления юзеров там сделают недавно эту авторизацию регистрацию аутентификацию использовал кстати паспорт gs google facebook регистрация аутентификация карты там подключал всякие были прикольные штуки там ну это как стартами да да мы планируем мы хотим пойти в этот акселератор ну может получиться гена если как может получиться получится получится в любом случае профит от этого есть какой ну как минимум опыт этом как разработчик а конечно именно бэк-энд я там ну типа все с нуля там делал и с картами там я всякие прикольные штуки с картами там делаю не вообще свой проект саня я просто по себе знаю это настолько такой мощный толчок ну че бомбить без остановки надо зарелизить тебе некому спросить как бы тебе некому команда ты сам выдумываешь таски решаешь сложные задачи потому что как бы но они должны сложные задачи но они всегда встречаются незнакомые да но мы стараемся все как-то тоже стандартизировать грубо говоря мы сделали в трейла доску себя сантаски понавешали ну и все там типа в процессе типа тестируется но чтобы короче не путаться потому что недавно я какую-то таску делал потом забросил и что там между ветками переключался и все у меня просто гид ну короче мастер отставал на 5 комитов и ну все там короче за жопилась я не мог на хероку не деплитная пока на хероку все это залил он пока бесплатно пока бабло не хочу нас нету бабла на тактип она нужно будет конь твс всю эту фигню надо бы с расшаривать и блин короче сегодня вот как раз таки возил с этим гитом гид это полный трендец круто саня давай пожелай пожалуйста ребятам какие-нибудь советы дай вот и вообще ставься в айтишником или ты как бы айтишник думала бы но я не думал да никак не считаю никак себя не позиционирую в этом плане как бы в айтишник это типа но немножко как бы ну грубо говоря ты левый чувак пришел со стороны и ты вот в айтишник хотя на самом деле объективно то есть это но есть такое понятие потому что действительно есть специалист который спец там с образованием долго учился другой стороны например ты приведу тебе молодой не ну да я даже знаю пример вот чувак как бы он знакомые мои коллеги он пишет он какой-то физик теоретик он пишет на пайта не какой-то квантовый луч это контора там сотни миллионов долларов за одну тому за один короче проект получил он получает там что баксов ну ну вот опять же есть но действительно есть такие задачи где как бы ну сегодня нужно клепать формочки оператора из это платит большие бабки здесь не нужно быть супер гением и опять же в универе те кто учится в универах как будто там каждый студент там прямо зато вот все хавает дай поворю бухают гуляют тусуются капустники вечеринки пьянки футбол и все и потом как бы вот такая я горды там айтишник этого эти шли все хрен собачьи поэтому все круто давай желает это ребятам которые хотят стать программистами например но для своего возраста потому что да как бы ты принципе а стариках старика мало чем можешь посоветовать это смотри наши предыдущие выпуски например с андрюхой бородой 35 лет мужику которого трансформировался и устроился смотрел предыдущие выпуски ссылки в описании с другим андреем с гайдаром у не совсем в айтишник точнее не совсем молодой джун уже но тем не менее может быть будет интересно смотри все ссылки в описании что сани пожелаешь ну советую херачить не забивать ну и конечно все получится если должное усилие прикладывать ну удачи а был у тебя такой момент что ты устал и как бы думал ай твою мать или всегда было интересно всегда в принципе на легкие периодически бывают типа на пару дней там но как-то не хочется но потом типа заново все нормально не знаю как-то с этим проблем нету супер мужик спасибо большое удачи ставь лайк подписывайся жди нового выпуска это маленькая борода пародия может быть и пародия летим а